здравствуйте меня зовут м дж рамон а это горизонт от крафт-шоу сегодня у нас отличный потрясающий особенный вечер сегодня мы заканчиваем начатое работяги просто здравствуй рич давно пора поздороваться со мной здравствуй тюна апрель всем сегодня я для себя делаю челлендж говорить весь выпуск исключительно таким голосом да не продержишься ты думаешь назревает спор хорошо а как насчет ответного челленджа ты должна выбрать себе какую-нибудь тоже интонацию и речь должен выбрать особую интонацию используя которую мы будем общаться сегодня давай я однажды был мешком я помню как как это было почувствовать себя мешком с картошкой ну да не знаю учитывая учитывая крылья я не знаю так все я отменяй эти челленджи давай отменяй а эти что уже сдавался нет я просто не выдержу это ты вот так вот говори ну его в пеню твой лукашенковский акцент хорошо батька не вставляет слава богу мое детство прошло без вставления батьки ты знаешь иначе я бы сейчас в психиатрической больнице лечился господа сегодня или лечил или да сегодня во первых по традиции мы спустимся вниз и посмотрим на великолепие которые создали в предыдущей серии какая длинная лестница вот она красота которую мы сделали в прошлой серии и теперь мы наводим красоту в общем я не знаю это генеральная уборка не генеральная застройка мы короче в свое время распилили бюджет а теперь а теперь пытаемся восстанавливаем что там что там уже что там ван 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 что там где где куда-то внутрь должен зайти что так а зачем ты показала теперь интриги нет но но изом раскрыла так подожди она же мне показала да вообще это вообще один из скольки там да поэтому ищите добре а вам друзья тогда дорогие зрители челлендж при просмотре наших выпусков может быть даже в предыдущих вам нужно найти все фламинго и нужно будет написать в каких местах ну и сколько в целом вы обнаружили фламинго на на нашей базе горизонта а давайте вернемся наверх вот и здесь есть одно место к которому все уже привыкли и на которое никто уже не обращает внимание но которое просто режет мои глаза каждый раз когда я смотрю на это место и внимательный зритель думаю догадался о чем мы сейчас говорим мы говорим об этой стене и об этом даже не стена и вот об этом все это спил как пещеры это распил да это просто просто полная жесть которая нужно как-то разобраться и мы прямо сейчас будем с этим разбираться а во первых вот и какая прелесть тут выглядывает кто ему бы и к дантисту обратиться до шипеть на меня все 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 ушел какой дантист эти часам дантист буду покажи зубки птицу ему надо как как эти птички назывались которые зубки приятно хрустят решение мус нет птицы которые садятся в открытую пасть крокодилов и вытаскивают оттуда кусочки мяса не знаю тюна у тебя система по-моему там ключ от меня такое ощущение что у тебя там постоянно какая-то флешка вставляется вытаскивается нет да я сейчас подожди посмотрю у тебя смотрю у тебя слот разболтался до сзади вон в голове видишь приболтай прикрути обратно нормально паяльничком сейчас еще быть технологии которые на на компьютерами все это делается с точностью дают до так миллиметры делятся на 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 метра вот до на нами на на метров и и ты с паяльником туда полезно это бы не это как дубинкой чинить процессор знаешь вот примерно то же самое вдруг поможет давайте ладно обратим взор вверх и увидим увидим что бога нет здесь по крайней мере в данный момент с нами и попробуем попробуем обратить его внимание тем что создадим какую-то красоту кто наш бог подожди но паску поскольку баба ты думаешь он бог этот обкурщик ты думаешь он наш может быть чей-то не ладно смотрите ребят мы зашиваем сейчас стену да но на принципе не всю примерно так же вот эти скосы нам нужно будет повторить а там где лестница там где лестница мы сейчас с вами подойдем креативно и попробуем вот этот элемент общий да добавить сюда и как обычно встретимся с вами через секунду и посмотрим на прогресс ну в общем мы пока что решили вот так может быть потом еще будем это видоизменять но вот с этой стороны у нас та самая лестница в три блока который ведет в господи здравствуй мамонт который ведет сюда вниз и получается слева и справа мы дополняем чтобы здесь были стеночки которые то все закрывают и вот по дизайну внутри я думаю что все таки нам нужно делать следующее вот здесь у нас будут эти самые рельсы как как вот тут которые будут идти вверх и тут немножечко наверное дополним тут тоже рельсина там там где-то еще вентиляция у нас но да там потом разберемся вот вот так у нас будут уходить рельсы вверх а тут вот нужно подумать я думаю где-то здесь плитку еще надо добавить для красоты но думаю очевидно что вот здесь пейпер волом тоже все закрывается закрашивается может быть даже сейчас я возьму плитку посмотрю как это будет выглядеть а внизу у нас там как это все она здесь тоже пейпер вол вот мы стараемся не повторять но следовать общему концепту этого дизайна вот но плитку плитку я думаю вот так где-то как-то поставим где он там large он и mail detail есть плитку вот здесь вот таким образом это мы поставим потому что это очень широкая такая получается у нас диагональ до здесь и банк вот как насчет такого внешнего вида нормально смотрится вроде нормально да ну да тему так вот тут вот наверно нужен свет да не свет это уже второй вопрос сейчас про форму не по форму нормальная про форма хорошо но тогда мы продолжаем и потом естественно между этими дегона я не знаю что это склоны диагональные склоны а склоны бывают не диагональные интересно в общем без понятия ломайте себе голову над этим вопросом у нас вот тут еще будет такое утопленное тоже конечно пространство из плиток которые сейчас тоже попробую спроектировать и покажу вам что получилось но все по-моему начинает потихоньку складываться вместе не совсем точно так же опять же мы здесь соединяем но вот так мы соединяем смотрите здесь получается отступаем и так же как и там на один блок вверх идем 3 и потом отходим как вперед и до самого верха и там уже вверх у нас здесь получается примерно та же самая система сейчас где-то было вот отступаем на 132 но потом мы уходили снова вглубь вверх и потом уже скос шел но у нас же здесь и выше все и форма другая поэтому здесь у нас вместо двух раз два три четыре потом три вверх и если закрасить это все этими самыми лабораторными блоками то вы увидите и вот здесь поставить эти три штуки что в целом выглядит очень даже хорошо и органично мне нравится вот и здесь да какая-нибудь какое-нибудь освещение какая-нибудь вентиляция специально три блока сделано чтобы в центр что-то вставить так что вы где так молча слушать я делаю ты уже не можешь без перебиваний я нашел нашел способ нашел способ говорить так чтобы меня не перебивали за заманить тюну какую-нибудь работу знаешь это всегда было так да я глупый до сих пор этого не понимал не осознавал своего счастья ладно вот и мы сейчас это будем повторять и ну да вот такие вот у нас вентиляционные есть еще варианты может быть применим тоже куда-нибудь посмотрим а вот тут эта часть да тюна как раз зашивает по подобию противоположной стены и самое интересное будет это соединить вот эти перпендикулярные стены создать угол это будет конечно челлендж тот еще но я думаю мы справимся и и болен наконец-то здесь будет нормальный вид когда спускаешься дыра какая-то с плавающими динозаврами слушай там просто повторить по той стенке как идет все и нормально ты думаешь но там просто расстояние другие вроде как нет речь а это я уже ну такая не самая простая форма но и не самое сложное то что нужно мне кажется хорошо мы заканчиваем тогда этот участок и подумаем над тем как там соединять все сзади вот это будет интересно знаете мне нравятся формы которые диктуются задачей это есть вообще принцип дизайна то есть некоторые люди думают что дизайн это добавить рюшечки а сделайте мне здесь чтобы кислотно-салатовый был а вот тут комик сан с серифом чтобы написано было добро пожаловать на наш сайт например но это если касательно веб-дизайна нет дизайн дизайн в первую очередь это сделать красивый и удобный функционал вот и сейчас мы в принципе это и делаем с вами что клёво то есть смотри получается из-за того что у нас здесь есть лестница мы сделали вот этот наклон но сделали вот так красиво что он смотрится здесь как как родной да то есть вот да отлично смотрится и это и красиво и функционально одновременно это идеальный дизайн но может быть не конкретно это да может быть не конкретно это идеальный дизайн но это тут я бы поспорил этот дизайн идеален в данных при данных задачах вот и все смотрите вот тут теперь мы такие хотели сначала здесь стены делать а потом увидели как здесь красиво эти две лестницы смотрятся вот с этим пространством между ними. И подумали, может быть, добавим туда что-нибудь в это пространство. Плюс, смотрите, еще. Закрывать мы здесь будем следующим образом. Берем paperwall блоки и просто введем до самого верха. А потом уже, как мы туда будем внедряться, это уж, конечно, второй вопрос. Вот тут, смотри, как хорошо тоже соединилось. Оп! Неплохо, да, получается? И там точно так же и просто закрываем это все. Зашиваем. Все, проще уже вот так это сделать, ей-богу. Бам и бам. Та-ра! Вот. И украсим это внутри как-нибудь по-другому тоже что-нибудь еще туда добавим. И здесь тоже. Рюшечки! Рюшечки! Место всегда найдется. Хорошо, что в Майнкрафте нет комиксов шрифта. Та-ра! Стоит его создать. Эй, меня заперли! Я теперь туда не зайти не смогу. Но вот такая вот тема получается у нас здесь. Слушайте, ну классно, классно. Мне нравится. Очень. Дай посмотреть, дед. Очень хорошо. Облететь-то! Я думаю, стоит прокопать себе где-нибудь пока что проход. Ну да. Давай я вот здесь выкопаю. Я не помещаюсь. Отсюда, ну, так себе. И тут проблема у нас возникает небольшая в том смысле, что мы хотим сделать дизайн этого кафе под бассейном, да? Отличным от дизайна, который у нас использован в нашем в нашем фойе, да? А это означает, что сверху здесь тоже придется обшивать дополнительно. Или... Или... Или-или! Или все-таки использовать! Или сделать это кафе таким же белым? С черным? Белым с черным? Белым с черным? Белым с черным, это прекрасно. Но это же кафе парка юрского периода. Как ты думаешь? Ну, бы так и выглядело бы. Это модное кафе. Это современное кафе. Типа тебе надоело вся эта... Юрчевщина сверху, да? Спускаешься вниз, и здесь уже что-то современное. Да-да. Минимализм какой-нибудь. Два столика, кресла в других углах комнаты. Ну, ладно. Хорошо. Давай тогда так сделаем. Ну да, здесь такой скайфуай, скайфуай. Поднимаешься, бум. И тут уже парк юрского периода. Да, мне даже нравится такая смена декораций резкая. Да. Да. Подтверждаю, утверждаю, одобряю. Хорошо. Тогда задача у нас следующая. Вот это все вынести отсюда. Коши! Все. Все. Все вообще отсюда выносить. И придумать, как это все будет выглядеть в итоге. Псс, Рич. Это ж сундуки. Аккуратнее. В сундуках лежат вещи. Собирай теперь сам. Ты видишь, как много вещей, я столько не унесу. Не-не-не. Унесешь, унесешь. Куда ты денешься? Мы вас оставим для себя на некоторое время, а увидимся очень скоро, когда придумаем, как здесь должно все выглядеть. Мы приступили к этой комнате, и внезапно, кроме остального, вернее, кроме того, что задумали, сделали остальное. Заценим здесь. Я в чей-то мусор приземлился. Аааа. Давайте заценим с этой стороны. Наконец-то все. Теперь точно, на 100% доделана комната. Здесь вот такие штукенции добавлены, потому что довольно скучно смотрелось. И закрыли углы. Зацените. Все ровненько соединилось. Ах, красота-то какая. Готово. И теперь мы делаем вот это самое помещение некого кафе, место отдыха, лаунж-зона, бухаловка. Все порублю. Все здесь. Все здесь. Выбирайте название сами. Ход рубль, выход два. Мы решили здесь пол сделать по тому же принципу, в принципе, но в принципе не принципиально. Как-то так. Вы видите, вот такие вот блоки используем. И здесь будет немножечко серого, чтобы разбавить этот белесый, возможно, даже сильно нависающий будет такой, знаете. Мир же не черно-белый, ребята. Оттенки серого целых 50, говорят. Около 50, да? Будем считать. Ну давай посчитаем. Я не хочу. Тюн, посчитаем. сколько оттенков у серого? Дофига. Не, ну что значит дофига? У меня места нет, потому что я в чей-то мусор приземлился, я вспомнил. Настолько не точно, что у меня закончилось, ничего себе. Чего у меня только нет, и все нужно. Ладно. Вот, и мы теперь закрашиваем пол, что-то со стеной, может быть, или оставим ее вот такой потрепанной в фекторе блочной вот здесь. Это? Так почему бы, может, и нет? У меня блоки закончились, блин. Ну, Тюн, там сундук, в нем все лежит. Я знаю. Так а чего тогда? Ты, ну, типа, ты показала, я ответил. Я просто озвучила. Ясно. Будем знать. Спасибо, что сообщила. Сарказм. Ну да, намек скорее. А потолок еще нужно придумать. Ну, это... А что потолок придумать? А что? А, чуть-чуть потолка есть, да, чуть-чуть есть. Ну, как бы, я его из земли точно не хотел бы оставлять. Ты можешь, я подумал, у нас самый крутой потолок, который вообще придумать можно. Какой? Из земли? Вот этот! Не, ну, это понятное дело. Но из земли, извините меня, нет, не техногенно. Окей, ладно. Подумаем. Потрясающий пол. И, вы знаете, внезапно, вот, строили-строили мы с вами Sky-Fi, да, какой-то. Что-то здесь таким средневековьем повеяло. Особенно, учитывая, что факел этого стоит. Вот эта вся плиточка, знаете, вот, и плюс ковер еще начал добавлять. Мне даже нравится такое совмещение времен и культур. Вот. Я, друзья, не мог не постелить ковер. У нас ниша для оркестра есть, если что. Да? А, точно, да. Моя славянская душа требует ковра, понимаете, в любом месте. Скажите спасибо, что не на стену повесил, а на пол постелил. Да, я хотела как раз об этом сказать. Хотя со стенами мы еще не определились. Да. А можно вообще на стены? Ммм. Вам повезло. А то это была бы зона для отдачи автографов, селфи и всего такого. Да, возможно. Для съемок плюс сто пятьсот в нашем варианте. Здесь я сейчас до стилает до самого конца этот ковер. Естественно, нужно добавить освещение и подумать над стенами. А насчет столиков они будут у нас по периметру. И нам еще где-то нужно расположить барную стойку. Я думаю, она должна быть на входе. Вот ты как заходишь. И вот тут вот посреди, между лестниц поставить барную стойку. Слушай, нет. А давайте, знаете, где это поставим? Я вот ковер здесь пока что придержу. Барная стойка будет круговая по центру. Ммм. А? Да, неплохо. Красиво. Я придержу ковер, а то он просто разрастается. Но он попер, да. Химикатами сейчас я его побрызжу. Сейчас, я сейчас. Сгаю. Ты знаешь, я не удивлен буду, если я узнаю, что советские ковры так и размножались. Вот середина. Я вот здесь еще уберу. Вот. Достаточно большая такая стойка. Да, мне нравится эта идея. Иногда, гуляя по нашему парку юрского периода, хочется отдохнуть и отправиться в элитное заведение. В лакшери. Давайте вместе отправимся с вами в лакшери кафе. Зацените. Зацените, какая здесь красота. Ммм. Вот это я понимаю кофей. Да? Ага. Да. И фиалочки цветут. И музычка играет. Заводит диджей. Оп. Ммм. Оу, да. Хорошо. Теперь... Особенно нравится усиленный звук гармофона, да? Да. Усилили. У нас бармены, это, конечно же, эти прекрасные ребята. Фламинго. Тюна, ты их босс. Да? Угу. Тогда я лучше не буду с ними шутить. Вот. И мы по периметру сейчас будем расставлять с вами столы для гостей. Для наших элитных гостей. Потому что кто как не богатей позволит себе посещение парка юрского периода. Обычные плебеи вряд ли раскошелятся на такое удовольствие, да? На динозоров посмотреть это дорого. Вообще-то. Так что, да. Давайте ну, внезапно рояль материализовался. Пу. Ну, закажут роялиста, будет роялись. Может быть, тогда не надо его в столовую зону, а может быть, его вот сюда поставить где-нибудь, возле ковра, вот так напротив, чтобы здесь можно было немножечко поплясать на коврике на мягеньком. Так вот в стороночке, чтобы не мешал никому. Нет, он должен быть клевым, вот тут в центре, вот тут прям в центре. Но он в центре внимательный, Он клевый, но так ромный. Так, а чё, а чё... Так думаешь? Ну ладно. Вот такой, достаточно большой стол, он сюда помещается. Не, мы не ждем семью. Мы ждем немного гостей на каждый столик. Вот. И самое главное, друзья, у нас есть вот такие прекрасные красные скатерти. Ага. И, кстати, сидушки тоже можно красить. Прекрасные красные. Не, ну иногда нужны столы для двоих. В углу. Ну так, это стол на четверых? Да, пускай будет на четверых. Ну так можно было поставить не так. А как? А, вот. Так. Ну ставь, ставь. Дальше получается, это сколько мы отступили? Раз, два, три, стол, да? Давайте здесь повторим. Раз, два, три. Раз, два, три, стол. Тарааа. А влюбленные где у нас будут сидеть? А вот тут уже присаживаются. Парочка, в стороночке. Как-то они совсем не отцентрированы, тебе не кажется? Вообще, короче. Ну отлично. Стол тыкнут вот так просто. Ну да. Некоторый хаос. Зачем? Где? В лакшери место ты нашел место для хаоса. Скажи мне, пожалуйста. Я там не бываю, я представляю себе хаос. Не мог бы ты отцентрировать, пожалуйста. И картины, друзья. Мы нашли способ установки прекрасных, потрясающих, красивых, кастомных картин. Мы могли бы даже сюда свое изображение добавить, и я вот сокрушался, что не вспомнил об этом, когда мы помещение для депсека создавали. Вот. И... Но здесь, здесь мы оформим это помещение по красоте. Смотри, в плане одиночек можно сделать столы следующим образом. Вот такой, двойной, и... вот здесь стулья. Вот тебе стол на двоих. Это для тех, кто друг друга ненавидит. Но это для тех, кто хочет, чтобы вот тарелка поместилась рядом с тарелкой собеседника. Нечего есть, это лакшери веста. Тут не есть, приходит. Но ты все равно не отцентрировал. насколько возможно? Ну, ты понимаешь, да, что здесь четное, а ты ставишь так, одиночное, вот, получается, здесь в углу. Угол должен быть все-таки, мне кажется, тогда общим большим сейчас. Не уверен, кстати, насчет расстояния. Тут надо вымерять. Ладно. Я думал, что это и все, но это не все. Фух. Оказалось, чуть дольше, чем мы предполагали, но зато теперь здесь красиво. Единственное, я думаю, вы замечаете, чего здесь не хватает. Бармен, можно музычки, пожалуйста? Музычки, вот. Фламинго у нас диджеет. Фламинго, пожалуйста. Поставьте пластиночку. Картины, друзья. Осталось расставить. Вот такие, смотрите, какие у нас красивые украшения зеленые. Красота. Это, кстати, микроблоки. Такая вот красота. Картины. Давайте я буду расставлять картины. а вы музычку включите меня, Сейчас, сейчас, тут сложно слишком. Итак. Настраиваю аппаратуру. Джимми Хендрикс, пускай будет здесь. О, Джимми, я так по тебе скучаю, Джимми. Резолюшн 128. Да, так, Джимми Хендрикс у нас здесь. Здесь есть ванилокартина вот такая. Вот, я думаю, она неплохо, да, смотрится. Дальше. Домату. Что здесь? Что здесь? Sea of Portals. Море порталов. Есть у меня такая картина, смотри. Неплохо. Она прекрасна. Дальше. О боже, эти пиксели. Здесь у нас будет миска с фруктами. Натюрморты это всегда здорово. Особенно там, где можно покушать. Дальше. Вот здесь что-то большое, что-то массивное. И здесь у нас будет стоять еще одна картина из ванилы. Вспомнить бы, как она должна выглядеть. Я их тут не различаю. Факин хелл. Резолюшн. Скейл. Не, это квадратная картина. Черт возьми. Вот это может быть? Да. Она надо будет подобрать другую картину. Так, ладно, тогда здесь. А можно что-нибудь повеселее? Мол. Там есть пластинка Мол называется. Можно ее поставить, пожалуйста? А то мы сейчас уснем. Вот здесь наверное поставим вот это. Это. Солнце. The Sons. Солнце. Так, вот тут что-то интересное. Смотри. Экспрессивная картина. Шампанского мне. Тут будут шампанское часто заказывать. Здесь для таких как я деревянных людей будет у нас буратинка. А вот тут А здесь ванилы бы картины с черепами. Ну пускай будет вот это вот. Давай улучшим качество, да? Можно даже еще. Вот все. Красиво. Красиво. Смотри, она на бекон смотрит. Такая ммм. А сзади яичница, видишь, в воздухе? Слева, сзади вот яичница, а внизу бекон. И в сливках все, в сливках. Я есть хочу! А это наша гордость. Арт-объект. Думайте сами, гадайте сами. Мы все добавили по элементу. Кстати, можете попробовать отгадать, кто какой элемент добавил. Стол стоял тут изначально. Можете написать в комментах кто что добавил. У меня интересно даже почитать предположения. Ну вот, друзья, вот, собственно, и все. На этом мы завершили наш... Все, я присяду. подожди, подожди, а с внешней стороны мы... Там полностью, да, посмотри. не показывали. что, что, что? Ну, что, то, что эта стена стала лучше, интереснее и красная. Пока вы где-то ходили... А, красная, черт возьми, она теперь красная. Мы тут давно не были. Понял? Черт. Я даже не знаю, как это исправить. А это исправляется легко, по-моему. Она просто исправляется. Нет? Ам, как? Это можно поставить здесь карпентерсы, закрасить их красным, а с этой стороны наложить из factory block шов поверх. И тогда все. Ну да. Нет, это красная не просто так. На самом деле. Окей, ладно. Давайте мы вернемся в нашу столовую. Я вот тут присяду. Ой. Ой, я слышу, как наша прощальная музыка заиграла. Не будем ей мешать. Ты тоже отличный диджей. Тоже переходишь по тактам. Взрывной диджей. Друзья, это была потрясающая серия. Я считаю, отличное место мы с вами организовали, которое давно было пора организовать. Так что заходите к нам в наше фешенебельное лекшери кафе, которое называется А как оно называется? Под брюхом под брюхом. Дина Гуано. Дина Гуано называется. лекшери кафе. Заходите к нам. Это была речь Маквуд. Все будет Гуано? Да. И тиновав. Пока-пока. Удачи всем. Я не могу насмотреться на наши ступеньки. Они мне нравятся здесь больше всего. Что нравится больше всего вам, сообщите нам. Меня зовут Эм Джерамон и мы здесь закончили. Пока. Эм Джерамон Эм Джерамон